Первый школьный день может обернуться физическим недомоганием вчерашнего детсадовца. Вялость или напротив гиперактивность, тошнота, необъяснимые капризы – вполне адекватная реакция на нервное напряжение, вызванное обилием незнакомых людей и праздничным волнением. Кстати говоря, за детьми, которые не посещали детский сад, следует наблюдать в первой неделе особенно пристально. Они не так хорошо приспособлены к нахождению в группе сверстников. Естественно, что 1 сентября вам захочется устроить праздник для любимого ребенка. Но психологи призывают не посещать после школьной линейки никаких многолюдных мест. Так будет лучше для малыша, который должен успокоиться, отдохнуть, переварить полученные эмоции и впечатления, ведь завтра, кстати, ему снова в школу. И второй день будет еще более напряженным. Первые недели учебного года – этап раскачивания, привыкания, как называют его учителя, поэтому на родителей возлагается непростая миссия – позаботиться не только об успеваемости, но и о психологическом комфорте первоклашки. И начать моральную подготовку лучше еще до первого дня в школе. Дети, которые в самом начале учебы чувствовали родительскую поддержку, к концу года серьезно и ответственно относятся к процессу обучения и лучше воспринимают все новое. Возникшая в начальной школе неспособность адаптироваться не проходит с годами, а превращается в комплексы. Об этом родителям следует задуматься заранее. В то же время на первоклассника нельзя давить и заставлять его быть прилежным. Он привык к совершенно другому подходу в детском саду и попросту растеряется. Первые 7-10 дней вообще не следует ждать от ребенка интеллектуальных подвигов или предельной собранности. Дайте ему время научиться самостоятельно готовить к новому учебному дню все принадлежности, собирать портфель. И вместо того, чтобы нагнетать ситуацию или ругать чада за неправильное поведение, соберите ранец вместе. Правда, это не значит, что вы должны делать что-то вместо ребенка, достаточно ему помочь. Ну и, конечно же, не забудьте о режиме дня и питания, прогулках. Кстати, не спешите отдавать ребенка на продленку и в различные кружки. Получится слишком большая нагрузка. В первые школьные дни дети без того сильно устают. Если вы заметили проявление детского стресса, плохой аппетит, нежелание общаться, раздражительность, вспыльчивость, тревожный сон и прочие отклонения от нормы, знайте, часто это происходит по причине того, что ребенка переполняют негативные эмоции, связанные с тем или иным школьным событием. Попытайтесь осторожно вникнуть в проблему, поддержать сына или дочь. Скажите ему, очень многие дети боятся чего-то, так что тебе нечего стыдиться. Так у вас получится успокоить отпрыска и разобраться в его делах. Бесспорно, первый учитель играет огромную роль в успешной адаптации первоклассника. Поэтому по возможности встречайтесь чаще с первоучительницей, интересуйтесь, как ребенок чувствует себя в школе. Педагоги, как минимум, уважают тех пап и мам, которым не в тягость приходить и узнавать, как проходит привыкание чада. Проявляйте живой, неподдельный интерес ко всему, что происходит в школе. Интересуйтесь у малыша обо всем на свете. Будьте лучшим другом ребенку, прощайте ему первые ошибки, дайте возможность поверить в себя. И вы об этом точно не пожалеете. Продолжение следует...